Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите Властелин колец с модом Эннарад. И сегодня мы взглянем на сражение Анидзука и Биллиба, Мордор против Мглистых Кор. Давайте немножечко промотаем. Мы видим, что Анидзука играет в стандартную стратку. Я так понимаю, из двух казарм будет. Да. Враж, скорее всего. Ну и то же самое делает Биллиба, только с одной казармой почему-то. Да, он решил больше экономики построить. На самом деле это ошибка, потому что гоблины дешевые и из одной казармы можно строить, имея всего одну ферму. Соответственно, если на четырех фермах можно вполне себе спамить из двух казарм, так еще и развиваться понемногу одним рабочим. Поэтому это очень зря. Либо он пытается сразу во что-то дорогое выйти, тогда ладно. Например, если сразу стартануть в полутроллей мародеров или же пауков, то понадобятся дополнительные фермы. Но, насколько я вижу, он этого не делает. Первая пачка орков разделяется. Анидзука решает, что одного отряда ему хватит с этой стороны. Ну, окей. А Биллиба решает крипить. Крипинг у гоблинов не самый хороший. И обычно принято этого не делать. Но, в принципе, это может зайти. Правда, я бы тогда советовал намного раньше пытаться это делать. То есть, допустим, сразу же после первой фермы строить казарму, чтобы успеть закрепить. И в итоге потом еще и раш отбить. Подсвечивает своих орков Анидзука и без каких-либо проблем забирает первый тоннель, первую ферму. Причем это всего лишь один отряд, то есть, окупаемость чуть ли не тройная. Подходит под крепление. Орки, кстати, сейчас офигенно разбирают под бафом гоблинов. Но тут еще отряд лучников у Биллиба, поэтому не с везлом. Еще одна атака. Биллиба не замечает своего рабочего. И, возможно, он его потеряет, но Анидзука тоже его не заметил, поэтому... Да ладно! Окей, все равно. Рабочий просто понял, что он не хочет больше строить эти странные тоннели. И прыгнул под поезд. Биллиба остается с одним работягой. Орки с разных сторон нападают. И в итоге Анидзука очень даже годно зарашил. Все почему? Потому что сразу построил две казармы. Кстати, уже три. Банально, просто. Начинаются стычки. Продолжается снос экономики. Орки доминируют. Орки тут под Ордой. Как это называется, ты забыл. Под силой Орды. Суются. Но уже нет. Уже их меньше, чем 60. Здесь Анидзука проиграет. Но с этой стороны он неплохо так наварился. Плюс еще две фермы он может снести. Биллиба подстроил еще один тоннель. Я бы советовал ему в троллей выйти. Но он решает, что пауки здесь нужнее для него, чем тролли. Четыреста пятьдесят очков на 360. Анидзука выигрывает. У Биллиба накопилась неплохая такая пачка лучников. Анидзука решает, что пришло время наварить бабла на этих варгах. Не совсем понимаю. Но ладно. А Биллиба выбирает захват логова и... А нет, стоп. Это не он. Я думал, что это он движется на захват. Но, кстати, они с кольцом играют. Но, в принципе, захват варгов здесь нормально так зайдет. Тролля не обязательно забирать. К тому же, если он сейчас заберет тролля, он запалится. И Анидзука точно будет знать, что ему надо срочно снести. Хотя, если он сейчас добьет этих орков, потом захватит, тогда будет нормально для него. Лучников, ну, прям слишком много. Продолжается криппинг, причем лучниками неудачная идея. Выход в пауков и еще лучников. Анидзука решает с разных сторон снова зайти. Здесь у Биллиба будут большие проблемы. А вот здесь он должен отбиться легко. И он не захватывает до сих пор. В чем прикол? Я не понимаю, зачем тогда было брать эту обилку. А вот сейчас захват произошел. Но Анидзука должен видеть тролля. Если он, конечно, здесь не особо-то сосредоточился. А значит, он должен срочно в какие-то силы отправить, чтобы снести тот крип, иначе у него будут проблемы. Довольно-таки много денег сейчас пропал из казны Биллиба. Это означает, что он нанял какого-то героя. Скоро узнаем, какого. Неплохо так орки устроились. Им бы, правда, стрелять по этим лучникам для начала. Но, кажется, та немного недоконтролила Анидзука. И мы видим, что Биллиба построила себе гробоко. Так что лучники Анидзуки погибают. Теперь у Биллиба есть защита от сноса экономики, пусть и небольшая. Правда, он не хочет строить еще троллей. Анидзука выходит во всадников Минас Моргула. Ну, окей, ладно. Но, просто, зачем? На него же никто не нападает. Тут сплошные лучники. Ну, то есть, с одной стороны, всадники это хорошая идея, но одного отряда будет мало, чтобы эту толпу задавить. Надо больше, надо хотя бы три. Хотя, если он будет пытаться сносить крип всадниками, тогда норм. С другой же стороны, у Гоблина есть пауки, которые могут эту конницу очень сильно покоцать. Второй отряд поехал. Но, в итоге, я размышлял совершенно неправильно, потому что Анидзука решает, что конница ему нужна лишь для сноса зданий. Ну, они, в принципе, снесли здание, но только размениваться на одну ферму нельзя. Это невыгодно. Сколько они стоят? 600. То есть, две фермы минимум надо снести, и это уже минус отряд один. И если сейчас он будет давить вот этот вот, он тоже сдохнет. Там слишком много всего. Плюс пауки, плюс герой. Попытка спастись. Если спасется, хотя бы знаменосец, но нет, нет. Да, если бы он спасся, то отряд бы воскрес потом. Итак, Готмак предводительствует пачку орков. Ну, сложновато будет гробоко убивать лучников, тут не густо так-то. Я бы советовал какого-нибудь Назгуля построить. Ну-ка, смотрим. 760. Ну, кстати, по экономике, по деньгам у него все нормально. Он может у нас голос себе заказать вполне. Да, как видим, мало урона проходит. Слишком мало лучников здесь. Копейщики подойти не могут. Зато есть вариант призывать сейчас копейщиков из рун и стерлингов, потому что вон появились огры, и огры начинают нарезать. Ограф надо фокусить обязательно, иначе большие проблемы будут. Анидзука отдает свой отряд конницы для отвлечения, но, тем не менее, он не фокусит Ограф, и в итоге теряет всю свою армию. Всего лишь надо было призывать здесь Вастаков, они бы легко убили бы этих самых Ограф, и, возможно, даже гробоко. Некромант. Желательно прожимать бесконечное полчища, чтобы воскресали орки по КД. Ну и подстраивать войска. Я бы советовал, если вы... Короче, лайфхак. Если вы играете за Мордор, и вы строите просто пехоту одну, то есть копейщиков, мечников, ладно, хрен с ним. Но как только вам надо выходить в лучников, обязательно делайте апгрейд Огней. Он дает скидку на всех орков. И это, как бы, выгоднее всего ощущается, если вы строите лучников, потому что они стоят 250 монет, а со скидкой будут стоить 200. Таким образом, можно себе позволить даже в 4 казармах спамить быстренько. Вот он, призыв есть, но почему Анидзука его не юзает, я не понимаю. Большие потери, и все хуже и хуже с каждой минутой. И он все свое преимущество сейчас просадил. Если он не придумает что-то резко, как, например, призвать и убить какого-нибудь героя, то он проиграет. Построился Назгул. Еще из базы приходит подкрепление. Я даже не уверен, что получится. Надо сажать на лошадь героя и добивать Гробока обязательно. Фокусить нужно Огров. Уже понятно, что Гробок они не догонят. Надо убивать хоть кого-нибудь. Повозка, кстати, тоже желательно ее слить. Садится на лошадь наконец-таки один из героев, даже второй. Успеют ли они догнать Жирнича? Еще четыре Огра подходят. Ну-ка. Один Назгул падает, но есть второй. Но на самом деле Гробока можно спасти. Он на тоннеле недалеко на самом деле находится. И это минус Гробок. Отлично. Анидзука немножечко немножечко того, что он сейчас потерял, отбил, скажем так. Некор станет Огра. Еще минус один. Но в принципе не скажу, что прям снова лидирует Анидзука, но какая-то патовая ситуация у него есть. Восстанавливается казармы. Это что такое? Вышка ставится сверху. Я бы советовал несколько казарм тоже поставить сверху. Две с половиной тысячи. Тут либо глашатая надо делать, либо молоко. Немножечко подождать, конечно же. Построить троллядню и молоко. Некор у нас не прокачен. А значит выгодно будет оставить этот крип, чтобы его герои забрали. Давно пора уже было вот это зачистить. Но опять-таки Бильбо почему-то не пользуется. Я так понимаю, что он... А нет, здесь он не захватывал. Откуда был левый тролль? То есть лишний. Может и правда отсюда. Ну ладно, может он и пользуется, но как-то мало что пользуется этой штукой. А стоило бы. Все-таки у троллей размах побольше, чем у огров. И вот если нас память комбинацию копейщиков и лучников, то огры, разумеется, склеятся. Но с троллями там немного другая история. Если троллей будет много, то они разобьют все что угодно, разве что кроме летающих и гарнизонов с лучниками. Поэтому не стоит недооценивать тролляж. Метнус рабочий. Огромная белая сила движется в сторону. Они дзуки. И тут прикол в том, что они могут крепость снести. Если он сейчас не среагирует быстро, он может потерять всю базу. Они довольно-таки быстро. Ну сначала надо разрушить казармы, разумеется. А не дзука грейдит огненные стрелы. А затем уже крепость. Ну-ка. Блин, их много так-то. Бильбо решает, что нафиг эти казармы сносим крепу. Ну, в принципе, да, они снесут ее. Пока не дзука дойдет, то уже все закончится. Забавно. Вызывается еще и вирм. рабочего не дзука не уводит, а значит, он не сможет ничего отстроить. У него, правда, здесь еще раб есть. Но экономика у него не очень плотно была застроена. И я не уверен, что он сможет себе позволить крепость построить и дальше продолжать сражение. Поэтому походу это ГГ. внезапно. Внезапно. Ну, короче, белая сила закомбачила, ребят. нахренеть. Вот это четко. Еще и минус некор. Минус все лучники. Остается несколько отрядов копейщиков и два героя и все. Ну, сейчас минус один герой. Гробок, правда, при смерти. Но даже если Бильбо его потеряет, то да, это не важно, потому что Нидзука потерпел поражение. Всем спасибо за внимание. Вся информация о том, как скачать игру, как вступить в чат для игры по сети, куда присылать реплей, куда можно подписаться и так далее есть в описании под роликом. Всем пока. Продолжение следует...